Ну что, ностальгия уже нахлынула? Эти кадры не требуют лишних комментариев. Советский быт не спутаешь ни с каким другим. Есть в нём свой особый шарм и эстетика. Винтажная техника, серванты с сервизами, ковры. Здесь царит атмосфера уюта и добра. Мы решили создать некий такой зрительный образ, который ассоциируется с этими тремя десятилетиями. 60-е, 70-е, 80-е. Любой образ через некие предметы быта, одежду, они визуализируют эпоху. А вы помните вот такие магазины? Не забитые до нельзя различными товарами супермаркеты, а небольшие торговые лавки с авоськами, молоком и кефиром в стекле, докторской колбасой и самым вкусным ароматным хлебом. В советское время, как ни странно, чёрная икра была гораздо дешевле, чем красная. Она лежала на прилавках, и врачи в детских поликлиниках рекомендовали тем детям, которые не хотят рыбий жир для развития здоровья, чтобы родители делали им бутерброды с чёрной икрой. Это было вполне доступно. А это то, о чём мечтала каждая женщина. Духи, плойка, фен для волос. Выглядело всё, конечно, по-другому и немного причудливо. Главное правило советских модниц – макияж должен быть ярким и заметным. Советская промышленность выпускала 17 оттенков пудры. От ярко-белых до смугловатых тонов. Дело в том, что вы, вероятно, помните, что в Советском Союзе было 15 республик. И там проживали представители разных национальностей. От самых белокожих до смугловатых. На все уровни потребления пудра была рассчитана. А это комната отдыха. Традиционно ковёр на стене, занавеска, низкое кресло, журнальный столик. Так люди создавали уют в своём доме. А женщины особенно любили вот такие домашние растения. Их пускали прямо по ковру и соревновались между собой. У кого растение пойдёт длиннее. Вернуться обратно в СССР можно вплоть до сентября. Только в связи с эпидситуацией правила посещения музея немного изменились. В выставочном зале одновременно могут находиться не более пяти человек. Важно взять с собой маску и соблюдать социальную дистанцию. А экскурсию в прошлое совершили Яна Лукошкина и Константин Шеляпин. Ставропольское телевидение.